Доброе утро, дорогие друзья! Дорогие друзья, вы смотрите кулинарную передачу «Наша кухня» на телеканале Архи С24 и с вами я, ведущая Олеся Стародуб. Сегодня у меня в гостях программный директор телеканала Архи С24, ведущая передачи «Карачева Черкесия Онлайн» Екатерина Иванова. Доброе утро! Доброе! Катечка, очень рада тебя видеть! Привет, Олеся! Я очень рада оказаться на этой кухне. Надеюсь, что я не огорчу ни тебя, ни наших операторов, ни, конечно же, наших телезрителей. Но я думаю, у нас сегодня все будет хорошо, потому что готовить ты умеешь. Я не сказала нашим телезрителям. Екатерина раньше вела завтраки в городе Че, поэтому опыт кулинарный есть. Я в этом абсолютно не сомневаюсь. Сегодня мы приготовим нечто вкусное, я думаю, что даже азиатское, потому что вижу сегодня гречневую лапшу. Да, на самом деле, сегодня у нас такой необычный, наверное, для многих завтрак, обед, может быть, для кого-то ужин, который состоит из двух блюд. Они очень просты в приготовлении, по сути, представляют собой такие конструкторы. Вообще, азиатская кухня, она вся такая конструктивная, потому что можно что-то собирать, что-то делать. Главное, чтобы все ингредиенты были подготовлены. Сегодня у нас соба, вегетарианская соба с овощами, с сыром, тофу и со многими-многими вкусностями. И азиатский теплый салат с курицей. Так, но ты сегодня раздаешь распоряжение, да? Я думаю, что нам лучше всего начать с того, что замаринуем курочку, потому что пока она будет там мариноваться, мы займемся горячим блюдом и подготовкой салата. Да, Катя, кстати, у нас закипела вода, вода для нашей лапши. Вот с вот этой плитой у меня пока что еще не было знакомства, поэтому я... Я тебя могу, да, познакомить, мы просто сейчас включим с техникой сковородку. Вода закипела, сюда мы будем отправлять лапшу, но, наверное, чуть-чуть попозже, да? Да, я думаю, что пока что мы ее выключим, и как только нам потребуется, она быстро закипит. Так. Так, если честно, немного аж волнительно предстать в такой роли, уже подзабыла я, что значит готовить в кадре. Ну, вспоминай. Так, берем курицу, как раз у нас тут две грудки, я думаю, что одну тебе, одну мне, и как раз мы быстренько ее порежем. Давай, да, что мы делаем? Насколько мелко мы ее нарезаем? Мы ее нарезаем не очень мелко, я думаю, что это такие небольшие, ну вот сейчас я покажу примерно. То есть они должны быть тоненькие, но, в принципе, можно крупные, чтобы они были, потому что они быстро промаринуются, и они не являются такой частью смешиваемого салата. Мы будем выкладывать сверху, глашать, вот такие пластиночки, да? Да, да, да. Кстати, вот именно в таком виде курицу удобно готовить на сковородке, это занимает буквально несколько минуток, да, 2-3 минуты, и при этом она получается сочная. Я попрошу тебя дать нам тару. Вот, мы это все складываем. Мы можем сразу все, да, замариновать? Да, мы сразу все закинем, все замаринуем, все обжарим, а там, что останется, я думаю, что даже можно будет за кадром немножечко похомячить. Но почему мы сегодня готовим азиатскую кухню, да, то есть чем отличается азиатское блюдо от любого другого? Это маринад, то есть здесь будет терияки соус, да, вот он у нас. Мы, кстати, не сказали телезрителям, что мы будем использовать. Да, у нас два соуса, соевый и терияки, но терияки это как раз-таки для лапши, а для курицы мы сейчас приготовим соус сами. Я попрошу тебя выложить буквально пару ложек помидор вот сюда. Вместе с помидорами, я так понимаю, да? Да, да. Дорогие друзья, мы используем томаты в собственном соусе. Да, так, ну мы добавляем соевый соус сюда же, ну вот где-то полторы-две столовые ложки. То есть сколько томатов, примерно столько же соевого соуса. Мы посмотрим, может быть мы еще добавим, потому что, раскрою такой секрет, у нас салат сам будет заправляться вот этим же соусом, в котором сейчас маринуется курица. То есть это все очень вкусно на самом деле будет. Так, мы берем где-то чайную ложечку сахара. Сюда же, для чего это делается? Соевый соус это соль, томат это кислота, сахар сбалансирует соль и томат. И получится, что у нас мало того, что будет баланс вкусов и для вашего пищеварения, это будет весьма полезно, но и закарамелизуется у нас немножечко курочка во время жарки. Вот такой вот. Ну, сохранится, да, да. Совсем не секрет, который вовсе не секрет. Так, теперь что мы делаем? Мы берем самую обычную ложку, мы это все немножечко томатики вот так вот мы... Да, а на сколько мы оставляем мариноваться курица? А вот пока мы готовим, оно все у нас и промаринуется. Я думаю, что нам можно даже добавить еще чуть-чуть томата, да, потому что мы взяли две грудки. У нас есть лимонная цедра, можно взять свежую лимонную цедру, ну вот у Олеси тут за кромах я нашла сушеную лимонную цедру, что избавляет нас от мучений лимона. Да, мы сегодня пожареем. Чуть-чуть лимонной цедры тоже сюда добавим. Ну, кстати, да, любят в азиатской кухне добавлять апельсины, лимоны. Да, лайм, есть такая трава, как лимонная сорга, которую, к сожалению, у нас в республике найти сложно, она не очень популярна, но она в азиатских рецептах чаще всего звучит. Но, опять-таки, интернет, фраза, чем замените лимонная сорга в рецептах, ответ лимонная цедра, вуаля. Хорошо, есть еще лимонная мята, это уже не то, наверное. Нет, 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 мята, она дает именно такую свежесть, которая в этом рецепте будет как раз-таки с другим ингредиентом выделяться. Это мы отставляем, пусть она себе маринуется, отдыхает, все эти волокна будут впитывать все эти прекрасные вкусы, а мы продолжим. Так, ну, пока что у нас курочка маринуется, а мы можем заняться подготовкой ингредиентов как раз-таки для нашей лапши. На самом деле, как я сказала, что это все конструктор, нам нужно подготовить все ингредиенты, это самый сложный процесс из всех самых легких. Ну, вот начнем как раз-таки с самого сложного, да? Да, я думаю, что для начала нам нужно обжарить чуть-чуть кунжута, чтобы он стал такой вот коричневый, румяный и ароматный. Вот, после обжарки кунжут как раз-таки раскрывает свой вкус. Раскрываем маслице свое. Вот, пока у нас обжаривается кунжут. Кать, кстати, будь осторожна, плита у нас такая непредсказуемая. Насколько? Нужно внимательно следить, потому что сначала кунжут будет белый, а потом может стать резко темным. А мы вот буквально чуть-чуть его подержим на раскаленной комфорте, а потом отставим, а он уже сам там дожарится, я думаю. Ну, я так делаю. Пока у нас обжаривается кунжут, вот я его немножечко побеспокою, он у нас сразу же начинает золотиться. Я могу уже начать нарезать, вот как раз-таки выполнять ту самую сложную работу. Я хотела взять на себя, я хотела взять на себя ответственность. На самом деле, я попрошу тебя для начала взбить вот наши яички в такую омлетную массу. Можно буквально, ну, судя по размеру сковороды, нам хватит как раз двух-трех яичек. Кать, ну, давай поговорим о твоей работе. Программный директор – это тот человек, который составляет как раз-таки эфирную сетку. Да, программную сетку вещания. Да, телезрители могут наблюдать любимые передачи в определенное время, как наша кухня в 9.30, например, да? Это своего рода такой тетрис, вообще это очень сложная работа, уместить все нужное в 24 часа. Ну, да, вроде бы кажется, что 24 часа – это так много, и так оно и есть. Но, например, когда выходят какие-то программы внеплановые, нужно перенести, например, там, как с твоей программой. Бывает, что в то время, как у нас выходят уроки на телеканале Архи С24 во время пандемии, мы переносим некоторые программы. Но в Инстаграме в нашем Олеся, кстати, и сообщает о том, что там та или другая программа выходит в другое время. Вот, поэтому периодически это требует каких-то вмешательств в постоянную сетку вещания. Так, ты как раз правила с яичками. Мы их не солим, не перчим, ничего с ними не делаем, кроме того, что взбиваем. Вот, как раз кунжут у нас выделил то количество масла, которое вы, может быть, даже не заметите, но которое нам нужно. Мы этот кунжут пересыпаем. Куда? Я вот попрошу ложечку. Попрошу и возьму сама. Чувствуй себя как дома. Сразу две. Да, ты чувствуешь себя как дома. Да. Зачем мне одна? Можно же, когда можно взять две. Двумя быстрее. И больше. И больше, да. Мне нравится такой подход к готовке и к еде в целом. Да, чем больше, тем лучше. Ну, кстати, сегодня мы готовим не очень большую порцию, можно увеличить. Можно. Салат такой хранится или нет? Я думаю, что если вы обжарите курицу, то ее можно просто положить в контейнер и хранить, а сам салат делается, ну, проще простого, нарезаются овощи. Ну, к нему мы еще перейдем. Вот. И я думаю, что каждый, так как любит, уже будет готовить. Так. Сковородка нам еще пригодится? Да. Что мы будем делать? Она у нас постоянный такой герой нашего эфира. Вот. Мы сейчас как раз таки обжарим омлетный блинчик. Мы выливаем яичную массу. Ты готовишь на сухой сковороде? Да. Вообще, ты питаешься правильно, ну, стараешься, да, питаться правильно? Нет. Почему сегодня такие блюда? Ну, потому что я питаюсь так, как я люблю. Я не знаю, может быть, это правильно. Иногда это правильно, иногда это неправильно. То есть я могу поесть и греческий салатик, но закусить хачинчиком. Жареным. Жареным, да. Маслице, да. Вот, то есть это вообще, мне кажется, что такое интуитивное питание, оно лучше всего. Потому что что хочется, значит, этого твой организм требует. То на пользу. Да, и все идет в корень. Вот я точно так же считаю. Да, мне кажется, что это самый такой правильный подход. Наш блинчик приготовился. На самом деле его можно обжарить или с двух сторон. Или если блинчик получается очень тонким, то он как раз-таки с одной стороны уже приготовится. По сути, это тонкий-тонкий омлет. Кстати, в азиатской кухне очень часто используются омлеты различные. Да, да, да. То есть японский омлет – это когда рис смешивается с томатом или с кетчупом и обжаривается с яйцом. Это тоже очень вкусно. Но это мы тоже отставляем. То есть у нас уже кунжут и омлетик готовы. Я думаю, что как раз-таки пришло время снова поставить закипать воду. И пока она у нас закипит, пока сварится лапша, мы подготовим уже овощную базу. Да, но что мы будем делать с лобби? Или это фасоль, или это горох? Это лоббио, но вы можете взять горох, вы можете взять стручковую фасоль, вы можете взять горошек из банки. То есть это заменяемая вещь, которая просто на ваше усмотрение. Но я взяла такой не самый привычный для нас ингредиент – это свежее лоббио. Но оно продается и в замороженном виде, и в консервированном даже виде. А если вы не нашли ни того, ни другого, то горошек вам в помощь, как говорится. Но опять-таки, весь секрет этих двух блюд, что те ингредиенты, которые, казалось бы, идут в основное блюдо, идут в салат. А те, которые мы привыкли видеть в салатах, идут в основное блюдо. То есть вот такая запуташка. Третье слово на сегодняшний день. Итак, три. Отчет, значит. Мы нарезаем овощи для обжарки. Я прошу на правах гостей взять лук. Окей. И морковь. Мы морковь тоже нарезаем, не натираем. Да, мы нарезаем. Лук мы режем мелким кубиком. Почему? Это очень важно. Это самая важная часть нашего приготовления, потому что я не люблю крупный лук. Ну, я постараюсь сегодня сделать тебе приятным. Это самый важный. Но если вы не я, а это очевидно, то вы можете нарезать лук так, как любите именно вы. Вот. Поэтому я пока возьму перчик. Перчик у нас пойдет и в салат, и в основное блюдо. Потому что жареный и свежий болгарский перец – это два абсолютно разных ингредиента. Кать, ну, ты сказала, что сегодня у нас вегетарианское блюдо, да, и обычное. Почему вегетарианское? Ты когда-то питалась вот таким способом? Шалила. Шалила. Да. Но потом ты поумнела, прозрела. Поплохела, может быть, так. Хочется сказать, что я не была вегетарианцем или веганом. Я была вот этим заумным словом, которое называется пескетарианец. То есть я не ела мясо, но я ела продукты молочного происхождения. Я ела яйца, я ела рыбу и все, что с ней связано. Я нарезаю перец такими полосочками, кусочками. Кать, ну смотри, достаточно ли мелко я нарезала? Вполне, вполне. Мой любимый размер. Отлично. Давай поговорим вообще о кулинарии. Ты вела кулинарную рубрику. Я смотрела. Ты экспериментировала, ты готовила различные завтраки. Было ли это только твоей работой или все-таки это хобби? Ой, готовить я люблю. И, к счастью, вроде бы получается. Но это мне очень сильно нравилось. Я любила эту рубрику, потому что всегда это было весело, это было интересно, зачастую непредсказуемо, потому что некоторые ингредиенты превращают... Оставшиеся ингредиенты от одного блюда потом превращались в моей голове, а потом на столе в другое блюдо. И всегда это было очень-очень весело. Так, как раз у нас сковородка, я думаю, разогрелась. Мы добавляем туда оливкового масла. Немножечко. Вообще, в приготовлении азиатских блюд часто используют вок. Да, это такая глубокая сковорода с тонкими стенками, бывает с толстыми. Ну, вообще, в оригинале тонкие стенки, да? Для того, чтобы быстро-быстро приготовились все овощи, все ингредиенты. Потому что огонь прогревает форму вока, потому что вок специальная форма. И вот это вот баланс воздуха и огня, прям такое буйство стихий, делает блюдо очень быстро. Оно не сушит овощи, а как раз-таки обжаривает, и они, знаете, не жахнут. Не томятся, да, то есть они не варятся. Не жахнут. Да, в общем, если у вас есть вок, то доставайте вок, готовьте азиатские блюда именно в этой посуде. Но если нет, то подойдет обычная сковорода или такой маленький казанчик, если у вас есть. Этого, мне кажется, достаточно абсолютно. Вот я попрошу тебя отправить эти два ингредиента уже в нашу сковороду. Начинаем обжарку именно с них. Да, ну, по классике. Лук, морковь сначала, потом остальное. В воду мы добавляем соль. Мы делаем это без особого энтузиазма, потому что это не пшеничная лапша, которая сразу там склеится. И добавляем сюда нашу лапшу. Кать, ну, вот гречневая лапша, чем она отличается от, например, гречневых спагетти, которые сейчас многие производители готовят, продают? Ничем, ничем. То есть можно воспользоваться и тем, и другим. Да. Единственный мой совет, когда вы покупаете гречневые спагетти, ломайте их в два раза, потому что сова, как вы видите, она чуть-чуть короче. Почему, я не знаю. Но наверняка в этом есть какой-то потайной смысл. Да. Кать, ну, хочется поговорить еще о твоей передаче, которую ты ведешь уже много лет. Короче, в общем-то, два лет. Да. В общем-то, ты ее и начинала. Да. Ты же ее и продолжаешь. Я надеюсь, не заканчиваешь. Мысли такие не посещают. Я уверена, что нет. Нет, мы думали, что наша программа на какой-то период завершит свою работу из-за пандемии, потому что мы не можем приглашать гостей в студию. Ну, главное вообще условие этой программы, что к нам приходят гости. Я была участником твоей передачи. Да, причем, по-моему, даже не раз. Один раз, да, было. Один раз. Один раз. Один раз. На день рождения телеканала. Надо исправить эту ситуацию. Хорошо, я запомнила. Потому что даже в условиях коронавирусной инфекции и ее распространения можно будет даже рассказать о том, чем заняться и как не пасть под воздействием самоизоляции и постоянного пребывания дома. У нас как раз вот поджарились овощи, они даже немножечко сильно поджарились, но это ничего страшного, потому что они не обгорели. Мы берем наш перчик, сюда же его, прекрасно. Какие еще овощи будем использовать? Баклажан. Баклажан, давай я порежу, как нам нужно порезать. Тоже соломка, да? Танчик, как перчик. Да, все одинаково мы нарезаем. Мы не чистим баклажан. Нет. Так, хорошо. Мы добавим чуть-чуть сюда соевого соуса. О, мой любимый звук. Чтобы у нас ничего не подгорало и чуть-чуть уменьшим. Уменьшим. Уменьшим, Олесь. Уменьшим огонь. Ну, огонь, кстати, у нас и так вообще средний-средний. У нас пятерочка. Пять из девяти. Ну, просто чтобы как раз не подгорало у нас ничего, потому что это может произойти. Сколько баклажанов добавляем, Катя? Мы добавляем примерно столько же, сколько и всех остальных ингредиентов. То есть примерно половина баклажанов. Вот, супер. Да, я угадала. Так, у нас остается примерно где-то пять минут для того, чтобы отварилась лапша. Таким образом, вместо того, чтобы сделать остановку, паузу, вы наоборот разработались. Да, да, возвращаясь к программе, мы теперь работаем в формате приглашения гостей по скайпу, нам скидывают ролики, нам звонят гости, точнее не гости, а зрители. И все происходит путем вот таких вот видеосообщений, конференций. Да, вот сейчас вошла в моду из-за надобности телемедицина, а у нас телерадиотелевидение. Также телеобучение, телеразвлечение и прочее. Ну, мы сегодня придумываем новые слова, сегодня нам это можно. Да, вот такое развлечение у нас сегодня. Да. Готовим и придумываем. Да, прекрасно. Но, кстати, аромат тоже здесь просто удивительный. Я вообще люблю жареные овощи, я люблю овощные рагу различные, я люблю салаты из овощей, поэтому вот этот запах, который сейчас на кухне, это, можно сказать, мой любимый запах, он самый аппетитный. Что мы делаем с капустой? Шинкуем. Просто шинкуем? Просто вообще, проще простого. Тогда я возьму часть капусты. Сколько нам потребуется? Половинки достаточно? Шинку, я думаю, что пока что можно. Капуста свежая. Нам нужна, наверное, какая-то тара для салата, я думаю, что вот как раз она нам подойдет. Прекрасно. Думаю, что вот сюда мы пока что ее расставим. А я продолжу следить за овощами. Кать, в оригинальном рецепте используется пекинская капуста или можно заменить, например, листовым салатом? Как я говорю, мне кажется, что оригинальный рецепт это понятие относительное. Ну, не любите вы, например, пекинскую капусту, а любите рукколу или шпинат. Пожалуйста. Тут запретить вам никто не сможет, а если запретить, то, ну, не очень это хорошо со стороны этого человека будет. Мы с такими не дружим. Абсолютно. Что касается еды и запретов, нет, нет, нет. Вообще не любишь ограничения в еде, да? Диеты. Бывало. Бывало. Что, участь была? Расскажи об этом опыте. Не самое лучшее в моей жизни. Никому не советую увлекаться. Потому что затягивает, а потом ничего хорошего из этого не выйдет. И просто питайтесь так, как вам нравится, и этого вред точно не пойдет. Особенно монодиета. Это вот кефирная диета. Это самое зло, да? Музная, помидорная. Все, забудьте. Ваш желудок будет вас не любить. Презирать. Да, да, да. Так, наши овощи обжарились. Капуста тоже уже порезана. Порезана. Я попрошу тебя порезать небольшой кусочек перчика, а также соломкой. Просто не хочется... Для салата. ...от овощей, да. Мне кажется, что наша лапша уже вот-вот тоже подойдет. Я пока нарежу сыр. Сыр тофу. Да, немножечко об этом друге расскажи, пожалуйста. Да, сыр тофу. Очень редко его используют, мне кажется, в приготовлении. Да, потому что он для нашей республики тоже очень сложен в нахождении. И не очень понятный во вкусе. По сути, он безвкусный. Это у нас сыр тофу уже со специями. Как его изобрели? Изобрели его очень довольно-таки путем экспериментов. Просто в соевое молоко случайно попала морская вода. Это все свернулось, и получился сыр тофу. Так говорят, говорит Википедия, я думаю. Да. Это все было очень давно, и поэтому точного... И неправда, да? Да, возможно, нет. Возможно, все было иначе. Но мне нравится эта романтичная история. Романтичная история сыра. Тофу. Я думаю, что сковородку можно уже выключать. У нас овощи аль денте, то есть не нужно, чтобы они вот так вот размякли. Да, мы не готовим сегодня овощную рагу. Да, чтобы они вот это вот были вне настроении и в упадке сил. Вот, они должны быть чуть-чуть хрустящие, чуть-чуть сыроватые. Прям красота. Соль, перец мы не добавляли? Нет. Будем? Не скажу. Ну, хорошо. Такая вот тайна. Пусть это будет секретом. Так, лапша у нас уже готова. Нам сейчас важно ее переложить в эти овощи. А пока... Да, это сделать. Я тебе помогу. Спасибо. Я выключаю. Пока ты этим занимаешься, тайнством, я как раз возьму наш омлетный блинчик, яичный блинчик. И нарежу его так же, вот такими брусочками. Катя, чем занимаешься в свободное время? В какое время, прости? Прости, в свободное время, если таковое бывает. На самом деле, тем, чем мы занимаемся сейчас... Готовишь. Да, потому что свободного времени, к сожалению, не очень много. И оно уходит на то, чтобы привести в порядок дом. Дом. Да. Себя. Да. Я очень люблю домашнюю еду. То есть, мне всегда, я наготавливаю себе так, на недельку. Да, мне кажется, что это для холостячки такой вполне прекрасный способ на неделе не готовить. Забил холодильник и не думаешь об этом. Вот это вот все дело мы сейчас перемешиваем. Чуть-чуть. Кать, приправлять чем-нибудь будем. Для начала мы чуть-чуть перемешаем. Это очень аппетитно выглядит. Ну, практически, как в ресторане. Да, вам, может быть, для начала не очень нравится цвет этой лапши. Потому что он такой сероватый. Так, мы чуть-чуть отставим. В сковородочку. Все это мы аккуратно дело перемешиваем. И добавляем сюда соус терияки. Соус терияки, на самом деле, уже стал очень популярным у нас в регионе. Он продается везде, в любой ценовой категории, в любых упаковках, литрами, граммами и прочее. Мы его просто добавляем. Я думаю, что лучше всего это сделать ложечкой. Потому что он такой, видимо, густой. Вкус у терияки сладкий? Он кисло-сладкий. Солен-сладкий. Солен-сладкий. Да. Это, на самом деле, соевый соус, сахар. Вы можете сделать сами дома соус терияки, смешав соевый соус, мед и любимые специи. Поэтому, дорогие друзья, не обязательно бежать в магазин, просто доставайте соевый соус. Я думаю, что соевый соус сейчас есть уже у всех, да? Это очень распространенная вещь. Да, которую употребляют не только с блюдами азиатской кухни, но и с привычными нам котлетами и жареной картошкой, и макаронами, и прочим. Мы выложили соус прямо сюда. Почему как раз-таки мы не добавляли ни соль, ни перец особо? Вот почему. Да, потому что все это есть в соусе. Так, теперь последнее. Мы добавляем тофу и омлетный блинчик, нарезанный тоже брусочком, вот сюда. Так, хорошо. А зелень мы добавляем, скажи, как принято? Я думаю, что для украшения мы добавим зелень. Вообще в азиатской кухне используется зелень? Да. Петрушки, укропа? Укроп, петрушка, не знаю, не видела такого, чтобы в азиатской кухне. Это с особым каким-то успехом употреблялось, использовалось. Но вот зеленый лук и кинза, это чисто вот азиатская тема. Так. И сегодня у нас есть и то, и другое. Да. Я могу нарезать пока зелень. Я попрошу тебя сейчас, опять-таки воспользуюсь, залить наш фасоль, нашу лобио кипяточком. Нам необходимо бланшировать фасоль для того, чтобы мы могли ее нормально есть. Будем ее чистить? Очищать от пленочки? Нет. Не будем. Не будем. Единственное, мы вот эту часть отрежем, которая грубая. Она очень нежная, очень молодая. Молодая, да. И мы ее нарежем очень-очень тонко. Поэтому я думаю, что это нет никакой необходимости. Но если вы не нашли такую фасоль, как у нас, если вы ее не любите, повторюсь, горошек замороженная стручковая фасоль, это ваш тогда вариант. Мы перемешиваем наши оставшиеся ингредиенты, но без особого энтузиазма, чтобы у нас это все просто стало частью, но не сроднилось, скажем так. Ну и опять же, сыр тофу, он довольно специфический сыр, мы это уже выяснили, и к тому же он не плавится. У нас как раз разогрелась вторая маленькая сковородочка для курицы. Курица, кстати, промариновалась, мы про нее забыли. Оливковое масло чуть-чуть. Вот, все-таки мы сегодня будем использовать масло. Чуть-чуточку, вот, это чисто символически, я даже не считаю это за особое использование. И выкладываем нашу курицу. Кстати, сейчас очень аппетитно пахнет курица томатом. Как раз тем томатом, который готовит бабушка. Я помню, в детстве мы открывали банки, наливали в стакан, добавляли соль и пили. Очень вкусно, это намного вкуснее, чем сок. Кстати, мы не добавляем острые специи, как я поняла. Пока что. Но все еще впереди, да? Что мы будем использовать? Чеснок, перец? Нет, мы будем использовать только лишь каенский перец. Но это каждый добавит себе сам, я думаю, немножечко в лапшу. Вот мы выкладываем сюда и помидорки, которые там нам попадаются. Фасоль я порезала. И добавляем в наш салат. Мы продолжаем обжаривать курицу уже с другой стороны. Что еще порезать, Катя? Мы порежем кинзу. Как много кинзы мы будем добавлять в наше блюдо? Немного, потому что... Это много? У всех понятия разные, а много. Вот, вот как заставить Катю зависность спросить, много ли это. Нормально. Нормально. Оптимальный ответ, нормально. Прекрасный. Да, мы нарезаем. Но, кстати, если вы точно знаете, что к вам придут гости, а вы наверняка не догадываетесь, любят ли они кинзу, я советую вам добавить просто порционно или поставить в тарелочку, чтобы каждый брал и аккуратненько себе чудесными движениями накладывал в тарелочку, сколько ему будет угодно. Так, у нас обжарилась курица. Вас не должен смущать такой якобы подгоревший ее цвет, потому что это как раз-таки карамелизация. То есть мы видим, что сок идет, что вот этот вот поджаристость, она как раз-таки та, которая нам нужна. Это корочка. Это тот сахар, который мы добавляли в соус. Да, 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 да. Значит, что мы делаем? Я попрощу тебя перемешать. Мы заправлять будем? Да, мы будем заправлять. Сейчас мы немножечко посолим. Прям совсем чуть-чуть. Но мы будем добавлять соевый соус, да? Сейчас мы также приготовим нашу заправку, точнее, доготовим ее, доведем до готовности. Немного соли, немного черного перца. Мы взяли сотейник и сюда как раз вот перельем остатки нашего соуса, придерживая помидорки. Если они чуть-чуть попадают, ничего страшного, но желательно, чтобы вот вышел весь сок. Помидоры мы не отправляем туда. Ну, потому что они в кожуре, и соус будет неоднородным. Да. Ну, и кожура жесткая сама по себе. Нам это ни к чему. Да, если он попадаться в салате, не очень вкусно получится. Салат я перемешала. Замечательно. Соус у нас должен чуть-чуть подогреться, потому что в нем мариновалась сырая курица, и вот должна эта сырость как раз уйти. Я думаю, что мы можем приступать потихонечку к сервировке. Для этого нам нужно подготовить наш стол. Можно пробовать. Сейчас операторы нам завидуют. Да. Бывают моменты, когда они очень хотят поменяться с нами местами. Да, я думаю, что эти моменты очень редки, но редки. И я, пожалуй, начну с салата, и начну с карамельной курицы, если позволите так назвать ее. Хорошо. Позволяю. Возьму вот кусочек, который на меня смотрит. А я вот пока лапшички намотаю. С тофу. Курица сочная получилась. Проготовленная. Сладковатая. Вкус кунжута. Я обожаю кунжут. Я, кстати, люблю добавлять кунжут в салаты. Во вторые блюда. Недавно был молодой человек у нас в студии. Он готовил плов с кунжутом. Это было тоже очень вкусно. И, кстати, этот рецепт я до сих пор использую дома. Теперь я попробую сам салат. Потому что здесь не просто овощи, здесь еще и соус, который готовила Катя. Старательно. Остренько. Каенский перец свое дает. Но, кстати, ты не переборщила. Ай да я. Вообще молодец. Но действительно интересный вкус, потому что томатный вкус, это не помидоры, которые здесь в салате. Это именно тот томат, который мы достали из банки и пропитили. Томат как раз таки вот с сахаром, соевым соусом, он превращается из просто томатного в непросто. Да, в непросто салат. Мы превратили вот этот набор овощей. И сейчас я хочу попробовать лапшу, которую мы приготовили с тобой так же старательно. Советую вот захватывать как раз таки тофу и омлет. Тофу и омлет. Большое спасибо, Катюш. Пожалуйста, я надеюсь, что наши телезрители будут рады использовать эти рецепты в своей повседневной готовке. В режим самоизоляции важно не только налегать на фастфуд и конфеты, но и питаться какой-то очень вкусной, но низкокалорийной и необычной пищей, которая совсем вам не повредит, а пойдет на пользу. Самое классное, что вот этим блюд можно съесть сколько угодно. А в режиме самоизоляции, когда нечем заняться, это тоже важно. Согласна. Дорогие друзья, на этой прекрасной ноте я с вами прощаюсь. Желаю вам хороших выходных, всего доброго и до новых встреч в эфире. И встретимся в 15.00 на телеканале Архив 24 в программе КЧР Онлайн. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова